8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось блокадное кольцо. 872 дня голода, страха, потери безысходности. 2 миллиона 887 тысяч гражданского населения, включая 400 тысяч детей, оказались в кольце окружения. Присутствующим на мероприятии была представлена театрализованная программа «Дневники блокадного Ленинграда», на котором прозвучали строчки из дневниковых записей совсем юных ленинградцев. Все живет, каждый листочек, капелька дождя, даже малюсенькая мушка, она и завтра будет жить, а нас уже не будет. Дневник нашим проникает. В эти страшные дни многие вели дневники, куда по свежим следам записывали то, что пережили. В них люди писали о своих страданиях, о том страшном времени. Единственная проживающая в Сарапуле жительница блокадного Ленинграда, Мухаева Аделя Сарычевна передала видеообращение к молодому поколению. Несмотря на трудное блокадное детство, она сохранила любовь к жизни, стойкости и доброту. Дорогие ребята, мне хочется пожелать, чтобы вы всегда были добрыми, честными, правдивыми, чтобы вы любили своих родителей, уважали бабушек, дедушек, младших братиков и сестер не обижали, чтобы они чувствовали, что у них есть старший брат, старшая сестра. В 2022 году в Сарапуле была организована работа в рамках проекта по подготовке электронной книги памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годы. Коллективы, организации, предприятия уже собрали более 5000 имен наших земляков, вернувшихся с победой. Большой вклад в реализацию проекта внесли учащиеся школы и студенты образовательных организаций города. Нам с вами просто невозможно представить, что происходило в те годы в блокадном Ленинграде. И только наша общая память, наше трепетное отношение к истории нашей страны, вот такие мероприятия с участием молодежи нашей страны, нашей республики, нашего города, помогут сохранить мир на этой земле, помогут не допустить вот таких трагедий. Благодарственные письма за проделанную работу по подготовке электронной книги памяти Удмуртии вручили студентам Царапольского техникума машиностроения и информационных технологий. Ключевым моментом стал просмотр военной драмы «Крик тишины» о силе человеческого духа, о любви и стойкости, которая помогает преодолевать беды и страдания. В окончании мероприятия зрители получили копию блокадной карточки и хлебный кусочек по граммам того самого ленинградского блокадного.